Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Тема добавления сахара в вино одна из самых актуальных тем. И, конечно же, самый распространенный рецепт, самый распространенный совет, что сахар при виноделии надо добавлять поэтапно. Ну и, конечно же, самая распространенная ошибка, чуть что, сыпать сахар в вино. Так вот, сегодня мы с вами разговариваем о том, почему так делать нельзя. А вначале мы коснемся, в принципе, момента добавления сахара. Ни в коем случае нельзя добавлять его по рецепту. А мои постоянные зрители это знают, но так или иначе приходит всегда кто-то новенький, поэтому приходится повторять это еще раз. Почему вообще делают вино из винограда? Да, вино, виноград. Почему? Потому что виноградной ягоди и так сахара более чем достаточно. Конечно, мы выращиваем виноград в нетипичных регионах, в северных регионах, поэтому в некоторых случаях у нас может сахара не доставать. Что такое сахар в виноградном соке? Это потенциальный алкоголь на выходе. И мы в наших северных регионах, в некоторых случаях, если виноград не добрал нужных кондиций, сахар можем добавлять. Но ни пачка, ни 200-300 грамм на литр, а только в строго определенных пропорциях. Когда мы замеряем, сколько у нас есть в виноградном соке сахара, понимаем, что нам чего-то не хватает и добавляем только то, чего не хватает. И это никак не 200, не 300 грамм на литр. Как правило, это может быть условно от 17 до 30, максимум до 40 грамм. Вряд ли когда-то сильно больше. То есть чуть-чуть. Все рецепты домашних вин, к сожалению, условно сочетание домашнего вино, такая очень негативная репутация. Но как раз таки из-за этих домашних рецептов, домашних технологий, что сахар надо добавлять поэтапно. Уж не знаю, откуда это пошло, с самогона в варенье, с каких-то настоек, с чего. Но так делать ни в коем случае нельзя. А теперь объясняю почему. Значит, дрожжи, которые сбраживают сахар, их есть две группы. Ну, вообще три, но мы сейчас будем касаться двух. Одни сбраживают сахара чуть поменьше, где-то там до, не суть важной цифры, но где-то, допустим, до 8-9% спирта потенциально. И есть вторая группа, которая сбраживает выше. До 12-13, в принципе, даже дикие дрожжи мной, испытаны в прошлом сезоне, до 16 спирта могут сбродить. Так вот, если мы изначально добавляем сахара все количество, много, то у нас преимущественно и размножаются те дрожжи, которые могут сбродить эти сахара в высокий спирт. То есть мы изначально таким образом, если уже мы хотим сладкое, начинаем и управлять. Ну, если у нас, в принципе, сусло, вот виноград, очень хорошо созрел, много сахара набрал, то в таком сусле будут преимущественно размножаться именно вот эти дрожжи, которые и могут сбродить вот эти высокие сахара в высокие спирты. Если же мы, что вообще происходит в процессе брожения? Я попытаюсь показать на таком очень примитивном примере. Вот представьте, дрожжи изначально сидят в свободной среде. У них много еды и мало отходов. Они начинают кушать и начинают появляться отходы жизнедеятельности в виде спирта. Представим это так. У нас есть баночка, да? И вот появляются отходы спирта. Вроде бы еще место есть. Да, но его не так много. И в этот момент мы, руководствуясь рецептом, досыпаем сахарку, досыпаем еды. А здесь уже место-то не особо. Да? И в такой момент, такое добавление сахара на последних этапах может замедлить брожение вплоть до его полной остановки. И в принципе, это часто подтверждается комментариями. Вот в прошлом сезоне, я помню, что я досыпал сахар, и у меня брожение остановилось. Конечно, остановилось. Вы, грубо говоря, да, у них и так тут тесно. Вы им последний гвоздь в гроб забили. И хотите, чтобы они там размножались, да, еще что-то перерабатывали. Им уже сложно. У них слишком много ограничивающих, лимитирующих факторов. И когда вы хотите это все сделать, задумайтесь о том, вот вы приходите в гости, и вам сначала дают одну еду, вторую, второе блюдо. К третьему блюду у вас уже пузики наеты, и уже у вас ничего не влазит. А если вы приходите в гости, и вы видите, сразу стоит одно блюдо, второе, третий, и десерт. Ну, вы понимаете, что вам надо собрать свои силы, да, может быть, посидеть за столом подольше, и вы можете все это скушать. Точно так же вот и с дрожжами. Когда мы, если уже нам надо сыпать сахар, ну, мы понимаем, что это действительно необходимо, мы насыпаем его в начале. И тогда дрожжи смотрят на эту гору сахара, и понимают, что ну все, ну нет другого пути, надо все это съедать. Размножаются те, кто способен это сделать, и съедают. Если же мы каждый раз вот так вот сыпем поэтапно, они там уже такие немножко усталыми, на тебе еще сверху по голове, на тебе еще сверху по голове, то им это все сделать гораздо сложнее. Поэтому не совершайте это ошибки. Чем это чревато? Ну, не только тем, что ваше брожение остановится, а тем, что оно может либо замереть, и потом возобновиться когда-то, когда вы будете думать, что уже все закончилось, да, и вырванные пробки, вырванные крышки, то есть вот это может быть раз. Второе. Сахар – это еда. И еда не только для дрожжей, но и для других микроорганизмов. И когда эта еда есть, то есть, да, дрожжи уже ее не едят. А может покушать кто-то другой. Может, конечно, не покушать. Но если покушать, то вино может быть и не совсем уже вкусным для вас. То есть сахар может провоцировать заболевание вина, поскольку является пищей для многих микроорганизмов. Ну, еще одна проблема в этом всем, что вы насыпали этого сахара мало того, что бездумно, так еще и на последнем этапе получаете слишком сладкое вино. Возникает вопрос, а что с ним делать? Как убрать этот сахар? Ну, назад его ложкой не вычерпаешь, правильно? То есть там уже надо как-то придумывать, колдовать, чем-то разводить. Не всегда-то получается. То есть, ну, лишние действия, лишние проблемы. И если вы хотите получить вина сладкие, то это делается не так. Ссылку, как делают полусухие, полусладкие вина, я вам оставлю. Но кратенько скажу, что это делается не так. И в любом случае, любое, любое добавление сахара, оно должно быть четко просчитано. Никаких рецептов здесь нет. Здесь есть формулы, которые мы берем и считаем сами. Количество сахара, которое изначально у нас есть в виноградном соке, мы умножаем на коэффициент 0,55 и получаем потенциальный спирт на выходе. Дальше. 17 грамм сахара на 1 литр дают повышение крепости вина на 1 градус. Дикие дрожжи в среднем дают до 12% спирта. И это абсолютно нормальная спиртуозность для вин. В некоторых случаях, да, может быть и 15, и 16, но не всегда. Сахар мы измеряем приборами, либо вот такой. Называется рефрактометр, либо прибор вот такого типа. Называется ариометр, либо виномер, сахаромер. Вот эта штука стоит дешевле. Сейчас она продается почти повсеместно. В хозяйственных магазинах много, в магазинах типа семена. В общем, найти вообще не проблема. Стоит достаточно дешево. Это чуть подороже. И еще напомню очень важный момент. Спирт итоговый. Вы не измерите ничем. Особенно если там есть хоть немножко остаточных сахаров. Вот этот прибор вам не покажет правильный спирт. Вы можете измерить только сахар. Изначальный. Если вы вдруг уже там чего-то делали, еще подобавляли, значит, все это надо считать. И только на основе этих расчетов вы можете измерить итоговый спирт. Никак иначе. В домашних условиях спирт мы измерить не можем. Ну и в финале пару слов о том, а если я уже вот так вот сделал, что мне делать? Ну, в принципе, уже ничего. Пересыпали сахаром, ну, можно пробовать разбавлять. Можно пробовать оставить так, как есть. Можно еще попробовать заспиртовать, чтобы получилось и сладкое, и крепкое, чтобы хорошо хранилось. Можно быстро выпить, да, и забыть о всех проблемах. Ну, поймите, что если вы вот так вот по рецептам чего-то наделали, если изначально параметров вы не знали, то тут, ну, как бы найти какое-то правильное решение вашего вопроса просто невозможно. То есть пробуйте. Слишком много сахара? Ну, можно попробовать купить в магазине спиртоустойчивое дрожжи, сбродить это побольше. Поможет ли? Либо поможет, ну, как бы любое действие здесь вот так пальцем в небо и наугад. Может помочь, может не помочь. Потому что мы не знаем, что было до этого. Да, можно разбавить, например, там, не сладким соком, свежим соком. Но, опять же, он содержит свое количество сахара, да, чуть-чуть вот эти ваши пересахара, переслащенные, могут дрожжи подъесть. Ну, не факт, что все. Тут советовать что-то, да, и какие-то давать четкие рекомендации невозможно, потому что это, ну, все пальцем в небо. Именно поэтому я выпускаю это видео. Говорю вам о том, что не делайте этих ошибок. И запомните, виноделие – это не рецепты, это понимание и технологии. Как бы скучно и сложно вам это не казалось. Ничего здесь сложного нету, просто надо немножечко в это вникнуть, тогда все у вас получится. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», оставляю ссылку на другие полезные ролики и ссылку на весь плейлист по виноделию. Также каталог наших сортов и награды и мои контакты. И до новых встреч!